МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый взвесив все свои знания и умения, брат и сестра поняли. Им есть, что рассказать односельчанам о способах развития молочного животноводства. И не просто рассказать, а доказать на практике, что традиционные методы работают лучше, если опираться на современную науку. То, что мы наработали, то, чему мы научились, мы готовы делиться опытом. У нас есть программа развития. Она нацелена как на мелкие хозяйства, начиная от УКХ, так и на средние и крупные хозяйства. Нам эта идея очень понравилась. Значит, он разработал бизнес-план. Комиссия посчитала этот план целесообразным для района. Ему была выдана рекомендация на участие в конкурсе на получение грант. Он выиграл грант, и им была получена субсидия в размере 300 тысяч рублей. Это позволило нам закупить оборудование, которое позволяет мобильно в короткие сроки делать контрольные замеры и анализ тех показателей, которые нам необходимы в работе. Вот оно, дорогостоящее оборудование, которое легко умещается в небольшой картонной коробке. Специалисты Джувага утверждают, этого достаточно, чтобы развернуть консалтинговую деятельность. Пока у них совсем мало клиентов, и все они жители своего же Борисовского района. Один из тех, кто обратился к молодым инициативным животноводам – Александр Назаренко. Мол, научите, как сделать хозяйство прибыльным. Первым делом Марина Джувага отправляется на дойку. Исследовать, говорит она, нужно именно парное молоко. Я буду говорить не громко, потому что мы сейчас при доении находимся, чтобы коров не испугнуть. Вообще, когда мы работаем в хозяйстве, мы находимся непосредственно с самими хозяйами, с фермерами. И присутствуем при всех процессах производственных, в том числе доении. Когда вообще происходит доение, мы стараемся ставить где-нибудь с краю потихоньку, не мешать им и наблюдаем. Но вообще за именно технологией доение, как проект происходит, есть ли такие замечания, рекомендации. И смотрим вообще, как себя ведут коровы. Ну, то есть для того, чтобы мы проживали эту ситуацию вместе. И давая рекомендации, мы не сидя за компьютером, откуда-то там придумывали, почему это так, а чтобы видели люди, что мы действительно вместе с ними. Вместе с ними консультанты приступают к исследованиям с помощью своего нового оборудования. Вот один из приборов, который мы сейчас будем в этом хозяйстве использовать, это анализатор молока. Левер-2М называется. Он нам позволяет проверять состав молока по 11 показателям. Но самое важное, которое интересует хозяйство, это жир, белок, плотность. Плюс он еще смотрит, не добавлена ли вода в молоко. И это экспресс-метод, именно в хозяйстве, при фермерах мы за несколько минут проводим анализ. Проводим анализ по каждой корове, как правило, а потом общее молоко. Так хозяин знает характеристики своей каждой коровы. Я продаю людям молоко. Сдаю молоко, молокоздатчику. Молокоздатчик занижает жиры. Вот, получается, режет с меня деньги. Это мой заработок. И качество молока, ну, от качества молока зависит продажа молока. Корова-красуля. Жир 5,37. Белок 2,92. Плотность в норме 26. Воды нет. Ну, так как основные показатели. Ну, плюс вот еще у нас идут показатели дальше. Идут лактоза 4,43 в норме. Соли, температура. Сразу видно, что она только подоенная, 31 градус. И температура замерзания. Эти показания нам в основном нужны для молокозаводов. Нам важны, вот я как говорила ранее, жир, белок, плотность, воды. Воды нет. Жир отличный. Белок немножко низко. Это надо подкорректировать питание. Они знают рационы, они знают, что, сколько, когда дать. Они же и за границей были. Все-таки, все-таки есть доверие. Доверие к борисовским консультантам Джувага у местных фермеров появилось после того, как молодые специалисты поработали, в хорошем смысле этого слова, над фермерским хозяйством Василенко. Надо сказать, хозяйство это всегда имело репутацию успешного и приносящего прибыль. А потому Валентина Василенко была немного удивлена, когда Марина и Максим предложили сотрудничество. Я сначала, если честно, боялась. Ну, а потом конкретно задала вопрос, что вы от нас хотите. Ничего. Мы просто знаем, умеем много. И можем свои знания, умения применить. От вас нужны только животные. Что, как вы даете, чем кормите сегодня. И сколько надуя молока, которые надуя. Вот они приехали в ноябре месяце, по-моему, 20 ноября. Они попробовали. Мы приехали через два дня и сказали, если вы шеворот-наворот будете кормить животных, то у вас через неделю уже молоко на 30% поднимется. Было смешно, честно. Мы сначала понимали, что ну как можно из-за обыкновенных дворняжек, но лишние никакие не породисты, просто животные, каких дома выращивали, каких людей покупали. Ну и через неделю мы это все попробовали. Муж управлялся утром сам. Ему легче было дать утром жом в цвекольную. А потом ребята приходили, и они давали в 3 часа силос. Вот. А надо корову завести. Слышали такое слово? Да я нет. 12 лет продаила. Мы раньше думали, чем больше коров, тем больше кормка. Оказывается, можно из меньшего количества повышать надуя. Я балансирую компетент. Все, результат получился. Какой? Ну мы доели 7 литров на корову в среднем, а потом 12. Так что они планировали, то мы и получили.